Девушки отдыхают А почему гордитесь, что левша? Потому что это говорит о том, что человек неординарный, что он творческий, что он как бы мыслит по-другому, чем правший. Вот вы себе там и домыслили. Рассказывайте, Шита, вы девушку научили целоваться, или она вас? Как это было? Да, она хотела целоваться сразу на первом свидании. Какая прелесть. Да, где-то она видела, что пацанам нравилось целоваться. По-моему, наоборот. Ну, надо же себе преподнести как-то. Вот я стояла, меня поцеловала. А я вот как-то не хотел целоваться, потому что это очень быстро было. И мне эти полные девочки кабенятся и говорят, на третий день поцелуи. Но я надеюсь, не дали пощечины, сказали, что еще что на первом свидании. Под мостом. Да нет, такого не было. Я к ней хорошо относился. Правда, последствия, когда я ее ждал около подъезда и узнал, что у нее уже есть парень, я там накричал, не звони мне, что-то такое. А она вам сказала, да кто ты такой? Я даже не целовалась с тобой. Да, да, да. Правильно все говорили. Ой, Андрюш, вы дурак. Ну, спасибо. Я думаю, я левша, я умный. Ну, ладно, Андрюш, хорошо. Ну, было и было. Сколько вам было лет-то? 22 до 21. Самый целовальный возраст. Ну, да. Сейчас уже 32. Да знаю. А вот с девушкой легкого поведения как-то нашел. Да там вообще как-то хитро познакомились, телефон обменялись, все было хорошо. Ходили в кино вместе, за мой счет. Мне вот это еще не нравилось. В принципе, я готов оплачивать, просто я ей говорю, давай вместе. Она говорит мне, а ты же раньше с девушкой ходил в кино? Я говорю, нет. Ну вот. Тогда пусть корм пусть она покупает, правильно? Правильно. Просто она потом еще деньги попросила на квартиру. Она говорит, квартира стоит 3000. Нет, не так. После чего? Короче, давайте постепенно. Вот вы в кино с ней сходили, за ручку держались? Да нет, не особо. Ну, хотя бы вот. И теряете сознание. Ой, что у меня есть ощущение, господи, когда я закончил. А вы? После кино ты к ней? Поехали. Один раз, а потом она мне говорила, что уже потом нельзя. А договорились? Что, почем? Сколько стоит там? Да, договорились. Еще как она у вас вообще на кино, так сказать, сподобилась. Ну, в кино нормально ходили. То есть, идея она уходила, приходила, я рассказывал, что... Она пока вы в кино-то сели задачи, представляете, сколько она там уже заработала? Ну, да. Ну, в общем, к ней приехали. Ну. Погуляли. Ну, что и что? Нет, а потом, ну, короче, вот все, значит, случилось. Ну, она мне говорит, дай мне 2 500 на квартиру. Потому что мне нужно и оплачивать. Доллары, рублей? Нет, рублей, рублей, рублей. А вы что? А я говорю, она так сказала... Вы договаривались на 100 рублей всего? Она просто сказала, ты мне должен. А я говорю, хорошо. Просто она так сказала, ты должен. Я, может быть, сказал бы нет. А так ты должен. Если вы специальную девушку вызвали, это же ее, как говорится, хлеб. Нет. А вы ее на любую, в кино ее, здрасте, приехали. А там сутенера-то рядом не было. Они, знаете, как разбираются. А что, если клиент не платит? А ведь эта девчонка тоже на вас запала-то. Ну, может быть, да. Ну, хорошо. Ну, дал денег-то? Да не дал я ей денег. И больше всего больше не встретились? Да я ей позвонил три раза, она не ответила на телефон. Она сказала, мальчик, ты не попутал ничего, ни номер телефона. Ты не должен еще. До сих пор? Да. Ой, печальный. Просто у нее был мой номер телефона, она могла сама мне позвонить. Если бы заплатил, она бы просто оборвала бы этот телефон. Не смущайте. Не смущайте. На что он рассчитывал? Я просто могу не сдержаться, если я начну говорить о нем. Андрюш, давайте так. Вот сидит совершенно прелестное создание стыд. А, да, переключаем все. Совершенно удивительное. Вы тоже непоганые. Глазы голубые, улыбка прекрасная, зубы красивые. Рост какой. Только вот какой-то уны... 198. Миленький, только уныние есть в вашем теле. Как это? Вот какой-то вы уныло. Я могу вот так. Конечно, другое дело. Но спорталка вам немножечко плачет. Скажешь, не куришь, не пьешь. Спортом занимаешься, надо. Рыбалка это тоже спорт. Рыбалка обязательно. Если у вас прислушаться, прямо вот с утра уже... Да, лучший спорт это... Какой спортзал? В вашем возрасте лучший спорт это, знаете... С утра, сейчас, нет, калории не сжигает совсем. А вот вы ищете высокооплачиваемую работу. Это какая? Мне это нравится и правильно. А что размениваться? Я вот ходил последний раз на продавца, было 30 тысяч. Это высокооплачиваемая? Ну... Для меня да. А как давно ищете работу? Ну вот, как он из этого магазина ушел, потому что продавцом работал, месяца два. Вы москвич? Да. Коренной. Ой, какой младенец. А живете с кем? С родителями. А есть возможность с ними не жить? Нету. Комната есть своя? Нету, есть. То есть, если... У меня брат просто переехал в Московию, он у меня программист. И у меня комната свободная, я один. Ну, клево. То есть, если что, будете там зажигать? Мамка не варьется? Маманька... Ты что-то с моим девочем уже больно. Нет? Не будет. Хорошо. Родители уже, наверное, не дождутся, когда вы. Конечно. Чего? Мой мальчик. А понравится, нет, Эстель, как вы думаете? Конечно, понравится. А если не понравится, будете на сайте своем? Я думаю, такого варианта не будет. Хорошо. А если Эстель предложит вам, скажет, Андрюш, ты уже большой. Давай снимем квартиру. Я тебе устрою к себе в банк. Там какие 30 тысяч? Там больше, там 35 тысяч. Пойдете, уйдете из дома? Конечно, уйдем. Это не проблема. Ты смотри, не сиди так, как этот позорится. А что делать-то, если позорится? Стань, танцуй. Скажите, что ваши родители? Что в курьере не бегать? Главный бухгалтер и инженер. Вот что они вам прививали? Вот самое главное, и это как девиз в жизни будет у вас до гробовой доски. Вы всегда будете помнить, что родители вам с детства внушали что? Три позиции, пожалуйста. Будь умным, смелым, веселым. Я, во-первых, обхохоталась уже с вами, потому что вы в бессилете умный, потому что, ну, такой рост. К 31-му году, имея московскую правительскую... 32. 32. Молодец. И смелым. Молодец. Пришел на программу, давай прожениться. Ну, это такие качества очень важные. Чувство юмора всегда выручат любую ситуацию. Конечно. Критическую. Мозги тоже помогают с нами, понимаете, почему. Нравится, Эстель, скажите. Конечно, нравится. Очень даже. Да? Да, и улыбки. Если она полезет сейчас к вам целоваться, что будет? Целоваться буду. Молодец. Ну, я думаю, до поцелуевки дойдет. Конечно. Ну, до обнимашек. Хотя бы до поцелуевки.